Привет, это инспектор ЗОЖ и у нас в Петербурге наступила зима. А это значит, что по старой доброй русской традиции пора играть в футбол. Мы на Петроградской стороне и в этом доме с 1910 по 1934 год жил и работал Георгий Александрович Дюперон, основатель и популяризатор футбола в Российской империи. За спиной нашего оператора стадион Петровский, там же дворец спорта юбилейный, но нас сегодня не интересуют столь масштабные спортивные объекты. Мы погружаемся вглубь легендарных петроградских дворов, чтобы проинспектировать 43 спортивные площадки. Нет, конечно, 43 мы инспектировать не будем, мы обратим внимание только на футбольные различные площадки и проинспектируем их по пяти параметрам. Комфорт, доступность, вовлеченность людей, оснащенность и общие впечатления. Поехали! Видите за моей спиной ворота? Они там действительно есть, синие, просто и забор синий, и ворота синие, поэтому попасть в них достаточно трудно. Мы на Большой Пушкарской 2729, и здесь такая мультиспортивная коробка, здесь есть и стойки для волейбола, для волейбольной сетки, есть множество баскетбольных колец, но мы сюда пришли не за баскетболом, а за футболом. Как инспектировать вообще футбольные коробки? Для меня это такая же загадка, как и для вас, но все-таки попробуем. Во-первых, покрытие, и здесь передаем привет всем дворникам Петроградского района и вообще Петербурга, и муниципалитетам. Поскольку в Питере наступила зима, пора убираться на спортивных площадках. Здесь сейчас играть невозможно, это лед, легко скользить, но бегать травмоопасно. Ворота, что мне не понравилось, синие, совпадают по цвету с забором. Сетка рваная, и там тоже сетка порвана. Защитный забор достаточно высокий, и сверху еще есть дополнительная сетка под углом в 45 градусов. Очевидно, это дополнительная защита. Ну, не знаю, можно ли перепнуть. С учетом того, что площадка достаточно небольшого размера, перепнуть ее... С учетом того, что площадка достаточно небольшого размера, перепнуть мяч достаточно трудно. Я думаю, что эта площадка годится, конечно, для футбола. Давайте, что здесь нужно сделать? Большая Пушкарская, 27-29. Убрать снег, лед. И вообще следить за состоянием покрытия зимой. Заменить сетки, ну, потому что это как-то не годится. Это только либо для рыбы, либо для того, чтобы воротарь тут повис. Все остальное в хорошем состоянии. Едем дальше. Улица Ленина, дом 8. Здесь на вид очень симпатичное футбольное поле. Но есть ощущение, что оно недоступно для обычных людей, а только для тех, кто занимается в Петроградском спортивном клубе. Но сейчас мы это проверим. Проверили. Проверили. Замок. Пройти туда мы не можем. Давайте попробуем зайти с другой стороны. И пока посмотрим, что это за площадка вообще такая. Написано Малопушкарский кубок чемпионов. Искусственная трава. Поле мини-футбольное, но расширенное. Ворота в хорошем состоянии. Высокий забор. Защитные сетки. Все в порядке. И даже интересно очень разрисован брендмауэр на этом здании. Выглядит все это симпатично и атмосферно. Но можно ли здесь играть в футбол? Значит там с той стороны входа нет. Значит все понятно. Здесь входа нет. На противоположной стороне замок. И нам туда бесплатно не попасть. Через эту дырку разве что пролезет небольшое животное, вроде мыши. Ну что, остается только перелезать. Но мы перелезать не будем, поэтому отправимся на следующую спортивную площадку. Пока искали очередную футбольную площадку, наткнулись на прекрасное... Наткнулись на прекрасный объект, где можно заниматься воркаутом. Атмосферно, стильно, даже я бы сказал индустриально, с учетом вот этой трубы. Фу, вот эта штука выглядит очень устрашающе. Наверное для тех, кто занимается воркаутом, гимнастикой, это очень классно все. Есть даже груша, по которой можно поколотить. Хотя в такую погоду можно было подвесить и свиную тушу, как в фильме Рокки. Но это надежнее, точно не сгниет. И вот здесь сетка, интересно для чего. Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что здесь когда-то точно было футбольное поле, мы видим под этими льдинками искусственную траву и футбольную разметку. Нам еще нужно 50 метров пройти, и вот там мы должны найти футбольную коробку. Мы прошли 50 метров в ту сторону, но никакой футбольной площадки там не оказалось. Оказывается, речь шла именно об этой футбольной коробке. Гачинская улица, дом 22, сайт спорткомитета, пожалуйста, обновите информацию. Здесь больше не футбольная площадка, здесь площадка для воркаута. Сегодня у нас прямо-таки день закрытых дверей. Еще один замок за моей спиной, вот он. Нам никак не попасть внутрь, поскольку это какое-то детское учреждение, насколько я понимаю. Что-то вроде школы или детского сада. То ли школа, то ли детский сад. Съезженская улица 33. Посмотрите, какая здесь шикарная площадка. То есть, посмотрите, какая здесь любопытная площадка. Это как раз конструкция, мы уже снимали в одном из прошлых выпусков площадки, сделанные по датским технологиям. Вот это как раз одна из них. Это у них такие футбольные ворота любопытные, сразу же баскетбольное кольцо. И сейчас мы увидим еще одну спортивную площадку, которая находится здесь же, на съезженской 33. И на нее тоже невозможно попасть. Ну, в теории, на эту площадку можно проникнуть через окно. Здесь открываем, да? Туда. Ну, это, конечно, небезопасно, и это шутка. В общем, давайте посмотрим на футбольную площадку, которая забаризирована. Петроградская сторона, Петроградский район, как и Петроградская сторона, как и Васильевский остров. Это, по сути, Мекка, родина не только Петроградского, Петербургского, не только родина Петроградского и Российского, имперского футбола, я бы даже сказал. Но, что мы видим? На Петроградской стороне, на самом деле, но что мы видим? В Петроградском районе, на самом деле, очень мало доступных футбольных площадок. Итак, мы сами видите, мы перемещаемся от одной площадки к другой. Их, во-первых, мало, официально даже по списку в Петроградском районе едва ли наберется 10 таких футбольных коробок. Но большинство из них, как вы видите, закрыто, поэтому за доступность мы поставим 2 балла. И двинемся к следующей... и отправимся к следующей... и отправимся к следующей... Наконец-то мы нашли футбольную коробку, на которой есть люди, играют взрослые и двое детей. Кстати, за вовлеченность людей в футбольные площадки Петроградского района поставим 3 балла. Все-таки холодно, и время сейчас не очень подходящее, но сама футбольная коробка. Футбольная коробка, как мы видим, небольшая для игры, я думаю, максимум 3 на 3. Забор достаточно высокий. И самое интересное, смотрите, это действительно коробка, потому что сетка есть и наверху. Я вообще редко такое встречал, что защитная сетка есть наверху. То есть полностью вся площадка защищена от того, чтобы мяч вылетал. Ну, можно проверить, да, сейчас? Вот. Полная безопасность для домов, которые здесь находятся, для машин. Да и очень удобно, поскольку мяч не вылетает, а остается у нас здесь. Покрытие искусственная трава в нормальном состоянии. Кстати, даже с учетом того, что здесь лед, даже с учетом того, что здесь сейчас есть снег и лед, все равно не так уж и скользко, да? Нормально, я бы сказал. В хорошем состоянии. Есть разметка. Правда, разметка это только центральная линия и зачем-то боковые линии, хотя зачем здесь боковые линии, если мяч просто... Если мяч... А зачем? Хотя зачем здесь боковая линия, это же типичная коробка, и обводка здесь происходит, в том числе с помощью бортов. Ворота старые, рама облупилась, рама облупилась, есть сетка. Здесь, кстати, есть и баскетбольные кольца, причем их снова тут аж 4 штуки. Нет, даже не 4, а 6 баскетбольных колец, это действительно много. И они в вполне нормальном состоянии. В футбол здесь играть можно, небольшому количеству людей, правда, но эта площадка действительно доступна. А нам пора выставить оценку за комфорт. Какой комфорт может быть на улице в конце октября. Но вот здесь именно видно, что дворник поработал, поскольку по бокам, смотрите, снег. Это значит, что этот весь снег лежал на поле, снег этот убрали, и теперь здесь можно играть, все безопасно и хорошо. Вот так бы везде. В целом за комфорт выставим 4 балла, я не знаю, просто реально на улице практически зимой рассуждать о комфорте, это просто глупо. Мы во дворе редакции «Спорт день за днем», и здесь, оказывается, тоже есть такая вот спортивная коробка. Правда, она не футбольная, а баскетбольная, но, как мы видим, это не мешает людям играть здесь в футбол. Мы еще не поговорили о оснащенности коробок, на которых мы побывали. Ну, в принципе, везде играть можно, везде есть нормальное покрытие, это либо утрамбованная резиновая крошка, либо искусственная трава. Опять же, ворота, не везде есть сетка, везде есть ворота, я имею в виду не сломанные, а вполне адекватные. Везде нормальный высокий забор, во многих случаях еще и дополнительные сетки. Я бы за оснащенность поставил 4 балла. Еще все-таки есть над чем работать, хотя бы новые сетки повесить. Не везде убираются пока дворники, значит, муниципалитетам нужно обратить на это внимание. В итоге оснащенность 4 балла, а мы отправляемся на заключительную на сегодня футбольную коробку. Улица Мира, дом 18, это наша последняя на сегодня точка. Здесь висит замок, но войти, как мы видим, можно. Это спортивная площадка школьная. Здесь есть баскетбольные кольца с металлической сеткой неодираемой. Есть гимнастические снаряды и, конечно, два футболиста, два больших дерева. Как и в случае с баскетбольными площадками, последняя коробка казалась наиболее атмосферной, что ли. Здесь сразу ощущается, что попал на Петроградку. Во-первых, вот этот бренд Мауэр, деревья, растущие из асфальта. Любопытный забор, ведущий в никуда. Покрытие резиновая крошка. Но вообще, поскольку это школа, здесь уж могли бы точно убрать вот этот снег и оледенение. Школа-то работает прямо сейчас, там учатся дети, если они, конечно, еще... Самое опасное, что здесь есть, очень любопытно, что здесь сразу ворота для футбола и для регби. То есть, это футбольные ворота, а деревья... То есть, когда мы попадаем вот так вот мячом, это регби. Ну и максимальное количество очков засчитывается, когда мы запинываем мяч вот на ту закрытую территорию. Не знаю, случается это часто или нет, но это, наверное, главная опасность этой площадки. А также, если мяч вылетит туда и попадет в одну из припаркованных дорогих машин. Ворота в хорошем состоянии, мини-футбольные ворота и те, и другие. И сетка, рама, все в порядке, можно забить. Холодно сегодня, пора завершать этот выпуск. Общее впечатление среднее, потому что, с одной стороны, площадки есть. Некоторые из них доступны, некоторые нет. И в этом большой минус. Есть над чем работать на каждой площадке. Но что вы хотите, если на школьной площадке снег и практически лед, гололед. Это небезопасно. Это нужно. Над этим нужно работать. Но вообще в футбол играть можно. И несмотря на то, что Петроградка – это такой классический пример каменных джунглей, здесь действительно можно играть в футбол, заниматься спортом. Общее впечатление 4 балла и итоговая оценка 17 из 25. Давайте играть в футбол. Наступила зима. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok